Приветствую вас! Я бы хотел указать вам на несколько важных моментов, которые я увидел в вашем тексте и которые, как мне кажется, определяют то, что у вас сейчас происходит. Первое, это отсутствие доверия к вам, вашего молодого человека и его ревность, его сомнения в себе, его может быть неуверенность в себе, страх, что вы ему измените и тем самым нанесете ему непоправимый ущерб. В плане самолюбия и гордости. И проблема недоверия с другой стороны мужчины заключается в том, что это его проблема, не ваша. То есть вы ему не можете ничего доказать не потому, что он вам не верит, или не потому, что вы плохо доказываете, а потому, что у вас нет реальной возможности это сделать. Доказать что-либо человеку, который не хочет вам верить, который не настроен вам верить, ну, мягко говоря, невозможно. Другой вопрос, почему вы не можете привлечь, например, свою подругу? Чтобы она, например, сказала, что вы ночевали у нее и что ничего не было. Почему вообще молодой человек подумал, что вы ему изменяете, если вы ночевали у подруги? То есть вы ему не говорили о том, что вы ночевали у ночевали с подруги или что? То есть вот как-то вот такая что-то не очень понятная, но дело даже не в этом. Дело в том, что ваш молодой человек сам общается с другими девочками. И получается, что он проектирует на вас свое поведение. То есть что это значит? Он, в принципе, сам готов вам изменить, ну, если не физически, то хотя бы в мыслях. И именно поэтому он подозревает в измене вас, потому что для него это куда более ближе, например, чем для вас. И у вас есть два варианта поведения в этой ситуации. В любом случае, человека вы не поменяете, не переделаете, он вот такой, как он есть. Если он сам не осознает своей проблемой, то он будет так и таким же. Вы можете перед ним унижаться, прогибаться, убеждать его в том, что вы не изменяли, умолять его быть с вами в отношениях. И он вас примет, но на своих условиях, со своей доминирующей ролью и дискредитацией вас. Либо вы займете более ценностную позицию по отношению к себе и скажете ему, что если ты не веришь, что это твоя проблема, но твои подозрения меня обижают, и я не собираюсь проводить время с человеком, который меня подозревает в том, чего я не делал. Значит, ты меня плохо знаешь за два года, раз ты так думаешь. Вот. И сзаменом вы простимулируете мужчину к тому, чтобы он уже свое отношение к вас менял. И вот другое дело, что вам тяжело без этого мужчины, другое дело, что вы нуждаетесь в нем, другое дело, что вы хотите быть с ним. Вы прямо говорите, я считаю, что мы должны быть вместе. На самом деле вы никому не должны. И это большая проблема, что вы так говорите. Вы не должны. Вы хотите, может быть, он хочет, но готовы ли вы? Вот самый вопрос. Если вы в нем нуждаетесь, то нужно проработать именно эти проблемы. Какие они? Что из себя представляют? Чем провоцированы? Как вам нужно правильно их удовлетворять? Вот об этом всем с вами нужно разговаривать. И тогда вы можете стать свободнее, и стать свободнее. Не будете уже так зависеть от молодого человека. А не впадая в зависимость от него, вы сможете выстраивать отношения такие, какие вы хотите, какими вы хотели бы их видеть. И более, что у вас, и без всего этого, отношения довольно тяжелые, как вы говорите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.